Продолжатели древних традиций. Уже несколько поколений семьи Дорджи в Тибете делают уникальную бумагу из ядовитого растения. Яд защищает ее от гниения и насекомых, поэтому бумага пользуется большим спросом. Исторические и официальные документы предпочитают писать только на ней. В 2006 году тибетская бумага вошла в список национального нематериального культурного наследия. В семье, которая пытается сохранить древнее ремесло, побывали наши корреспонденты. От отца к сыну так и передают это сложное ремесло уже несколько поколений в тибетской семье Дорджи. 69-летний Церик Дорджи помнит, как белую бумагу был прадед. Он с удовольствием демонстрирует все этапы бумажного производства, которое в реальной жизни занимает три дня. Популяризация этого ручного труда поможет сохранить богатую историю родного края, надеется мастер. А историю эту Церик Дорджи делает своими руками. Еще в 70-х годах его бумагу органы местного самоуправления превращали в флаги и записные книжки. В 1985 году продукцией заинтересовался тибетский архив. Качественная бумага была необходима для восстановления исторических документов. Сейчас бумажных дел мастер – главный поставщик монастыря Ташинхоупо, одного из крупнейших храмов Тибета. Самой большой проблемой для меня сейчас является то, что я не могу сделать столько бумаги, сколько хочу. Это ремесло нелегкое, и оно подорвало мое здоровье. К нам приходит много клиентов и просто туристы, но мы не в состоянии удовлетворить такой спрос. Не меньшая проблема – нехватка сырья. Бумагу семья Дорджи всегда делала из корней ядовитого растения, которое растет только в горах. Культивировать его пытались на соседнем поле, но созревает дикорос за 4 года. Бумажным производством на протяжении веков зарабатывала практически вся деревня Церинга. Но теперь традиция почти утрачена. Выгоднее заниматься обычным земледелием или животноводством. Это не наносит такого вреда здоровью, как работа с ядовитыми растениями. По этим же причинам следующее поколение династии и местленников продолжать дело дедов поначалу отказывалось. Когда мой дед и отец попросили меня помочь, я очень не хотел этого делать. Они сказали, что это очень трудное дело, и поначалу он не принесет больших денег, но все равно это лучший путь. Так я начал делать тибетскую бумагу и со временем обнаружил, что моя заинтересованность только увеличивается. Семейные традиции постепенно начинает осваивать и младший, 11-летний представитель семьи Дарджи. Дед и отец надеются, что им удастся сохранить это древнее ремесло тибета. А историю семьи запишут на бумаге их собственного производства. Татьяна Климова, СиСи ТВ Климова, СиСи ТВ